Инвестиционные проекты в Преамурье С начала 2018 года порядка 4 миллиардов рублей инвестиций было вложено в инвестпроекты, которые в настоящее время реализуются на территории Преамурья. В бюджет региона поступило порядка 135 миллионов рублей налогов. Амурчане получили около 160 новых рабочих мест. Улучшение инвестиционного климата в регионе, а также реализация крупных инвестпроектов. Эти и другие вопросы обсудили на совещании в правительстве Амурской области. Коллеги, у нас сегодня заседание комиссии по приоритетным инвестиционным проектам. Сейчас в Преамурье 20 инвестпроектов, которые включены в перечень приоритетных проектов области. Восемь из них находятся в стадии реализации. Речь идет о строительстве мостового перехода через реку Амур в районе Благовещенской и Хэхэ. Он, кстати, скоро завершится. Дата окончания работ – 2019 год. Еще один масштабный и долгосрочный проект – возведение Амурского газоперерабатывающего завода. Кстати, на ГПЗ начали устанавливать первое тяжелое оборудование. Для этого на площадку завода привезли и собрали один из крупнейших в мире кранов грузоподъемностью 1600 тонн. Именно с его помощью на технологическую линию установили деметанизатор. Он будет выделять из природного газа метан. Процесс вертикализации устройства прошел при повышенных мерах безопасности и под пристальным вниманием специалистов. За процессом наблюдал и в Рио губернатора Преамурья Василий Орлов. Действительно очень много сделано. Я знаю, какая подготовительная работа велась для того, чтобы перевезти такой крупногабаритный груз. Отдельно строились суда, отдельно строились дороги. Отдельно привлечена компания, которая не имеет аналогов в мире по перегрузке вот таких тяжеловесных конструкций – компания «Мамут». То есть это потрясающий объем организационной работы для того, чтобы эту колонну цельную доставить сюда. В списке значимых инвестпроектов, которые сейчас работают в Амурской области, также освоение Албынского и Маломырского золотородных месторождений, строительство деревообрабатывающего завода «Восточный», возведение мощностей хранения растительного сырья с оборудованием для сушки перевалки зерна, первая и вторая очереди завода по глубокой переработке сои, а также застройка северного жилого района в Благовещенске. Идея застройки этого района Благовещенска появилась еще в 2006 году. Тогда проект по северному жилому району попал в число приоритетных на федеральном уровне. Причем его автором стал итальянский архитектор Карадо Катани. Рассказывает начальник управления архитектуры и градостроительства Благовещенска Алексей Раханский. После проведения подготовительных работ в северном жилом районе началась стройка. В эксплуатацию уже введено 135 тысяч квадратных метров. Весь район состоит из четырех планировочных элементов, которые идут посредине улицы 50 лет октября, на четыре части разделен район, и улица Шафира. То есть эти улицы делят этот жилой район северный на четыре части. То есть, как я сказал, четыре планировочных района. На сегодняшний день осваивается только один планировочный район, то есть застраивается, скажем так. Остальные три пока нет. Возведение еще трех частей района начнется после того, как будут проведены теплосети. Кстати, исходный проект Карадо Катани пришлось несколько изменить и сделать реальным для воплощения в Благовещенске. Итальянец не учел климатические особенности при Амуе. Коррективы пришлось внести и после того, как в районе стали возводить малоэтажные дома для переселенцев из ветхого и аварийного фонда. В целом, застройка северного жилого района должна быть комплексной. Комплексная застройка включает в себя наличие всех элементов, необходимых для обеспечения жизни граждан. То есть это и школы, и детские сады, и спортивные сооружения, магазины, торговые центры. То есть полный набор мини-город на этой территории. На заседании в областном правительстве говорили также и о тех проектах, которые сейчас приостановлены. Это комплекс «Маленькая Венеция» и канатная дорога через Амур. В Рио губернатора Василий Орлов отметил, проекты должны быть эффективны и обоснованы, а главное – понятные источники их финансирования. Также необходимо правильно выстраивать работу и постоянную коммуникацию с инвесторами, считает глава региона. Комиссия по реализации инвестпроектов будет собираться ежеквартально. Цитата. «Прошу по каждому инвестпроекту министерства куратора ежемесячно предоставлять мне отчет, в том числе фотоотчет о ходе реализации проекта. Курирующее министерство должно понимать реальную ситуацию. По каждому проекту изучить, что конкретно нужно инвестору и чем мы можем помочь. Необходимо работать над привлечением новых инвестиционных проектов». Конец цитаты. Реализация крупномасштабных проектов дает Амурской области приток инвестиций, налоговые поступления и новые рабочие места для жителей региона. «За последние полгода реализации инвестиционных проектов, я могу назвать уже конкретные цифры, мы получили порядка 4 миллиардов инвестиций, создано 157 новых рабочих мест и в консолидированный бюджет области уплачено 135 миллионов налогов. То есть, в принципе, это достаточно позитивный, хороший результат. Но, конечно, региону хотелось бы получать гораздо больше отдачи от реализации инвестиционных проектов. Поэтому сейчас мы усилим работу с инвесторами как с точки зрения поиска новых инвестиционных проектов, так и более углубленного изучения проблем тех приостановленных инвестиционных проектов и посмотрим, какая помощь нужна от правительства области с точки зрения помощи, оказания какой-то поддержки, возможно, привлечения кредитных институтов для того, чтобы эти проекты все-таки вышли на стадию реализации». До 100 миллионов рублей будет поступать в бюджет Преамурья уже со следующего года. Средства областной казну планирует перечислять Объединенная Московская георазведочная компания. Три ее предприятия получат регистрацию на территории Преамурья. О рабочих планах ОГК Групп рассказал генеральный директор Анатолий Пак. Он отметил, корпорация готова участвовать в реализации ряда проектов на территории Амурской области. Продолжит Денис Вериденко. Напомню, ранее в Рио губернатор Василий Орлов призвал предпринимателей регистрировать бизнес в Амурской области. Первым переехать в регион юридически решил руководитель Объединенной георазведочной компании. Анатолий Пак рассказал, что его желания продиктованы решением поддержать регион, в котором он вырос. До 9 класса руководитель ОГК Групп учился в 5-й Благовещенской школе. Сейчас в составе крупнейшей компании 10 предприятий, в которых работает полторы тысячи человек. Предприятие сотрудничало с газовыми и нефтяными компаниями. Теперь будет добывать твердые полезные ископаемые. Здесь присутствуют такие большие компании, как Петропавловск, это мейджор, здесь присутствует Нордголд, тоже достаточно большой березитовый рудник, Кунманье, Агаджинское месторождение угля, русский уголь. В принципе, в потенциале наши компетенции позволяют работать на всех перечисленных мной компаниях и с точки зрения геологоразведки, которая это наша базис, с которой мы начинали, и с точки зрения бурозрывных проведений, бурозрывных работ. Это наше дополнительное направление, которое мы открыли в том году. Три последних года ОГК Групп удерживает лидерство среди геолого-разведочных компаний страны. Каждый год предприятие выплачивает около 800 миллионов рублей налогов. Около 100 миллионов будет поступать в бюджет Преамурия. Оформить новое место прописки планируется к концу августа. Анатолий Пак назвал и одну из главных проблем геолого-разведочного предприятия – квалифицированные кадры. Найти нужного специалиста очень трудно. Именно поэтому ОГК Групп берет на практику студентов профильных учебных заведений, в том числе Благовещенского политехнического колледжа. Проходит и практику, и работает. Мы готовы с третьего курса брать уже на практику, обучать. Мы за это платим. То есть у нас практика не бесплатная, они получают зарплату. И они занимаются у нас, студенты, не покраской заборов, как это обычно бывает. Они занимаются реальной работой. Потому что на сегодняшний день мы доросли до такого предела, что мы понимаем, что у нас не хватает в будущем, не будет хватать кадров. ОГК Групп также реализует и социальные проекты на тех территориях, где работает. Помогает детским домам, инвалидам. В 2014 году гендиректор компании Анатолий Пак выделил 3 миллиона рублей на то, чтобы отправить на лечение председателя Амурского общества инвалидов преодоления спортсменку Марину Гайдай. На этом наш выпуск завершен. Смотрите Амурское областное телевидение и следите за нами в социальных сетях. До встречи в эфире. Амурское областное телевидение и следите за нами в социальных сетях.